Дядя Петя смастерил колокольчик. Смастерил из ненужного куска меди, который остался после ремонта самовара. Он положил колокольчик на подоконник и забыл про него. А на следующее утро, когда солнце взошло, колокольчик зазвенел. В это время дядя Петя стоял у окна в новой рубахе и радовался запаху пирога из кухни. Дядя Петя умел печь вкусные пироги. — Не как телефон, — сказал дядя Петя. — Нет, это не я, — сказал телефон. — Может, в дверь звонят? — Здесь никого, — сказала дверь. — Значит, у меня в ушах звенит, — испуганно прошептал дядя Петя. — Так в ушах не звенит, — сказали уши. — Кто же это? — Это я. — Кто я? — Ну я, колокольчик, — сказал колокольчик и засмеялся. — А зачем ты звенишь? — спросил дядя Петя. — Что мне еще делать? — сказал колокольчик. — Все колокольчики звенят. — Так ведь все они к чему-нибудь прикреплены, — сказал дядя Петя. — А ты? — А я... А я колокольчик просто так, — сказал колокольчик. — И я ничего не делаю просто так, — сказал дядя Петя. — Наверняка я тебя зачем-то сделал, да позабыл зачем. — К чему бы тебя прицепить? — Дядя Петя задумался. — Кис-кис, — позвал он умного кота Тимофея, с которым всегда советовался. Кот Тимофей возник из-под дивана. — Сколько можно просить, чтобы вы меня так не звали? — обиженно пробормотал он. — Кис-кис, да кис-кис. Ну что там еще? — Да вот, думаю, кому бы прицепить этот колокольчик. Тебе что ли? Может, тебе понравится ходить с колокольчиком? — Что я, корова? — возмутился кот Тимофей. — Этак я ни одной мыши не поймаю. — Тогда к мыши. Ты ее ловишь, а она звенит. Дядя Петя даже руки потер от удовольствия. — Прицепите ее к своему пирогу, — съехидничал кот Тимофей. — Вы его едите, а он звенит. — Прицепим его к мыши, — твердо сказал дядя Петя. — Ищи мышь. Кот Тимофей вздохнул и пошел искать мышь, потому что с дядей Петей трудно спорить даже коту. — Рано ты меня сегодня поймал, — сказала мышь. В доме водилась одна-единственная мышь. Кот Тимофей каждый день ловил ее, чтобы его не называли бездельником, и делал вид, что ест, а сам тихонько отпускал в щелочку. Дядя Петя думал, что у него в доме много мышей, и хвалил кота за трудолюбие. Тимофей принес дяде Пете мышь, и они вместе прицепили ей колокольчик. Мышь от страха зажмурилась, а колокольчик от страха замолчал. Сколько потом мышь не бегала, колокольчик молчал. Кот поймал мышь, отцепил колокольчик, и странное дело, колокольчик снова зазвенел. — Почему ты звенишь просто так? — дядя Петя сердито посмотрел на колокольчик. — Даже к игре в кошки-мышки тебя не приспособить. — Потому что я колокольчик просто так, — сказал колокольчик, и вылетел в окно, позванивая просто так. Глава вторая Колокольчик просто так прилетел на зеленую лужайку и повесил табличку. — Добро пожаловать! Школа колокольчика просто так. Учитесь звенеть красиво. Колокольчик просто так стал летать над лужайкой, вызванивая на разные лады. В воздухе мельтешили разноцветные бабочки. — Ой! — обрадовались бабочки. — Научи нас летать красиво. — Я учу звенеть красиво, — сказал строго колокольчик. — Динь-динь-динь. — А-а-а! — сказали бабочки и улетели. Потом пришел Бык Вова. Бык Вова был драчун. — Ой! — обрадовался Бык Вова. — Научи меня бодаться красиво. — Я учу звенеть красиво, — сказал строго колокольчик. — Динь-динь-динь. Бык Вова вздохнул и ушел. — Потом пришел Медведь Вася. — Научи меня реветь красиво, — сказал он. — Да я же учу звенеть красиво. Динь-динь-динь. — Что же это будет, если я стану реветь динь-динь-динь? Медведь Вася захохотал и ушел. Колокольчик уже устал звенеть и захотел спать, когда пришли новые гости. Трамвай Кузя, будильник Ходик, три лесных колокольчика на одном корне и пожарный колокол бом-бом. — Бабочки сообщили нам, что здесь учат красиво звенеть, — сказал трамвай Кузя. — Вот мы и пришли. — Замечательно, — сказал колокольчик просто так. — Но сейчас уже пора спать. Начнем занятие утром. Будильник Ходик встал на голову и уснул. Он любил спать на голове. Трамвай Кузя погасил фары и тоже уснул. Лесные колокольчики залезли в пожарный колокол, а просто так повис на ветке большого дерева, чтобы его убаюкивал ветерок. Разбудил всех будильник Ходик, и друзья стали учиться звенеть красиво, хотя еще не расцвело. Так им не терпелось. — Слушайте меня и повторяйте. — Динь-динь-динь! — звонко крикнул просто так. — Бум-бум! — запел бум-бум. Да так громко, что в городе проснулись пожарные и стали тушить друг друга. — Лень-день! — запел следом трамвай Кузя. Да так, что все трамваи, проснувшись, отозвались ему. — Дзззз! — запел Ходик. Да так, что в городе подумали, пора на работу, хотя солнышко едва взошло. Лесные колокольчики промолчали, потому что были беззвучными. Да нет же, динь-динь-динь, с отчаянием повторил просто так. Бум-бум, снова запел бум-бум, хотя старался петь иначе. Лень-длень, снова запел Кузя, хотя старался петь иначе. Дзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз это иначе неужели так трудно звенеть просто от радости и для красоты сказал просто так ведь от того что сходит солнышко так и поется динь-динь что же то получится если я зазвеню просто от радости для красоты сказал бомбом и я сказал будильник и я сказал трамвай лесные колокольчики снова промолчали ладно раз не можете научиться говорить деньги давайте просто поиграем предложил просто так поменяйтесь звонами и тогда трамвай отдал свой звон будильнику а сам зазвенел как будильник а пожарный колокол отдал свой звон лесным колокольчиком бум-бум звенели теперь лесные колокольчики звенел теперь трамвай спрячьте меня под ухо чтобы вы наверняка проснулись лень-длень позванивал будильник важно шагая по лужайке покупайте билетики стрекозины и дети у которых еще не было крыльев залезли на него и катались свое удовольствие а пожарный колокол лежал в траве и отдыхал от звона чувствуя внутри себя приятную тишину славно мы поиграли сказал наконец ходик спасибо тебе просто так спасибо закричали со всех сторон на здоровье грустно сказал просто так эх есть тебе что-то такое прогудел на прощание бомбом а вот что не пойму но только ты не просто так это уж точно и они ушли каждый по своим делам лесные колокольчики тихо цвести бомбом объявлять пожарную тревогу ходик будить людей на работу а трамвай возить их туда а просто так полетел куда глаза глядят глава 3 кот тимофей сидел на крыше и ловил лапой падающие звезды ты зачем упала я уже отсветила отвечала ему звезда а теперь я спускаюсь на землю чтобы превратиться в мышь в мышь да упавшие звезды превращаются в мышей разве ты не знал ну тогда придется тебя съесть говорил кот тимофей и съедал звезду полночь кот тимофей раздулся от съеденных звезд и стал светиться голубым светом какой я красивый подумал кот тимофей вот бы кто меня увидел тут он заметил нинку обыкновенную девочку из двора которая летела над крышами ишь ты удивился кот тимофей звезда не звезда птица не птица обыкновенная нинкой вдруг летает эй крикнул кот нинка подлетела к нему ты что здесь делаешь спросил кот тимофей я звезды собираю а чего ты такой светящийся я всегда такой соврал кот тимофей зачем тебе звезды они же в мышей превращаются нинка засмеялась это смотря кому они попадают в руки и она показала коту корзинку полную удивительных цветов фиолетовых голубых оранжевых прозрачных ишь ты удивился кот но все равно они у тебя мышей превратятся добавил он неуверенно глупости сказала девочка вот полетим со мной сам увидишь недавно я на окне нашла колокольчик позвоню в него и летаю сколько захочу но кот тимофей даже не взглянул на колокольчик коты не летают грустно сказал он разве что случайно упадут с крыши в голландии есть летучие коты сказала девочка эх голландия голландия я же не из голландии сказал кот тимофей в голландии котам хорошо там голландские печи и голландский сыр у каждого кота две голландские печки и полный подвал сыра а какие там вежливые собаки даже не тявкают только и слышишь пожалуйста господин кот извините гражданин кот мне рассказывал один голландский кот правда он не летучий кот тимофей вздохнул и лениво поймал еще одну звезду ладно полетели сказала девочка я позвоню в колокольчик и ты полетишь вместе с домом давай согласился кот тимофей если только дом не развалится а в голландию мы залетим конечно сказала девочка если тебе так хочется и зазвонила в колокольчик уф сказал дом поднятый к облакам ни разу за сто лет не летал даже в фундаменте похолодело крепись сказал кот тимофей главное не урони кирпичи как там никто не проснулся нет сказал дом спят как миленькие а куда мы летим в голландию сказал кот тимофей только пожалуйста называй меня в голландии ван тимофеус что-то во мне сквозняки разыгрались закрихтел дом ничего терпи сказал кот такое ведь не каждый день случается девочка подхватывала на лету падающие звезды и складывала их в корзинку и у всех на глазах звезды превращались в цветы а колокольчик при этом весело позвонил эээ да это кажется просто так как это я раньше не догадался тимофей словно очнувшись смотрел на колокольчик конечно это я сказал колокольчик просто так так что ж ты раньше молчал возмутился кот тимофей я не молчал я звенел сказал просто так да нет молчал что если в тебя позвонить можно летать я же не знал всегда так получается мрачно сказал тимофей живешь живешь с кем-нибудь рядом и не знаешь на что он способен ой ойкнул дом все пропало что разом спросили девочка и кот ивану васильевичу из девятой квартиры к пяти на работу да да к пяти утра он же водитель троллейбуса придется нам вернуться сказала девочка быстрее зашептал дом мы не успеем он выйдет в пол четвертого дом задыхался спуститься по лестнице закурит перед входом на улицу как это он обычно делает и здесь дом схлипнул и упадет в мировой океан а ты его предупреди фыркнул кот пусть заболеет не согласится сказал дом уже я-то его знаю из-за какого-то ивана васильевича я не увижу голландии простонал кот светает сказал дом я слышу он уже чистит зубы чтобы он щетку проглотил прошипел кот тимофей так хорошо летели и на тебе он же не нарочно сказала нинка не нарочно не нарочно пробурчал кот тимофей сейчас небось завтрак отсядет и дело нет ему до голландии глава четвертая иди сюда что покажу крикнула нинка коту тимофею выглянув из чердачного окна кот задрал голову он во дворе лежал да сюда иди ну давай показывай уже через минуту неторопливо сказал кот стоя рядом с ним кай потом воровато оглянулся и достал из-под досок сложенных у слухового окна подзорную трубу ух ты сказала нинка прошипел кот тимофей это дядя петина я вчера весь день смотрел ну показывай и он протянул трубу нинке они вылезли через слуховое окно на крышу и вот что они увидели посреди цветочной клумбы сидел грустный пёс он виновата мигал глазами нюхал воздух и словно сомневаясь покачивал головой пёс какой-то разочарованно сказал тимофей это клинк зор сказала нинка хозяева с детства приучали его к неприятным запахом чтобы он вырос злым и думал что все на свете противно пахнет злым то он не вырос а вот приятных запахов не различает сейчас он тренируется различать приятные запахи кто-то ему сказал что цветы пахнут приятно смотри смотри пёс сморщился и отвернулся от цветов эх ничего у него не получается сказал тимофей может дядя петя его подчинит дядя петя умеет все давай спросим и они побежали к дяде пеке дядя петя сидел на самом верху стеклянной башни которая стояла на краю города и высматривал хмурые тучи такая у него работа была когда грозовая туча плыла на город дядя пете сообщали по телефону нужен дождь или не нужен если дождь был нужен туча уходила в сторону а дядя петя стрелял самый ее краешек из специальной пушки и туча подкатывала к городу и опрокидывалась над ним высыпая дождь молнии и шум а если дождь был не нужен дядя петя стрелял самую середину хмурой тучи и туча улетала ворча и причесываясь колокольчик просто так летал вокруг башни позванивая чтобы дядя петя не было скучно дядя петя позвали нинка и кот кто там крикнул сверху дядя петя я занят вдобавок пропала моя подзорная труба голос был очень сердитый мы ее нашли сказал кот тимофей можно к вам подняться давайте обрадовался дядя петя нинка и тимофей поднялись по винтовой лестнице на самый верх башни кот тимофей поднес глазам подзорную трубу и снова увидел клинк зора такого большого и такого грустного дядя петя вы не могли бы научить клинк зора различать приятные запахи сказал он возвращает трубу жалко его хоть он и собака не могу сказал вздохнул дядя петя вот если бы он был железный а колокольчик просто так вдруг зазвенел тревожно и улетел глава 5 все таки я помогу клинк зору сказала нинка когда они спустились башни если уж дядя петя не знает как сказал кот тимофей и вдруг ты а вот и помогу сказала нинка я дам клинк зору понюхать самый приятный в мире запах это какой это когда рыбу жарят тьфу возмутилась нинка это запах тех цветов но в которые у меня падающие звезды превратились цветов протянул год уж лучше тогда дядя петин лосьон для бритья называется молодость ничего не лучше сказала нинка клинк зоры так среди цветов так это же будут мои цветы которые звезд сказала нинка особенные ладно проворчал кот тимофей а как ты ему дашь понюхать ведь он и укусить может там решил необычные цветы стояли в большой трехлитровой банке на подоконнике действительно пахнут принюхался кот мышками это у тебя только мышками рассердилась нинка это самый прекрасный запах мире все кто их нюхал так говорят уважаемые цветы сказала нинка вы не могли бы как-нибудь одолжить ваш запах пес клинк зор должен научиться наконец различать приятные запахи а так он не станет вас нюхать понимаете нужен только ваш запах вы не могли бы одолжить его на минутку конечно мы же не обычные согласились цветы и нинка придумала вот что она подставляла к цветам воздушные шарики и они надували их пых 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 я думал запах легонький сказал тимофей перекладывая шары из одной лапы в другую так что ты хочешь делать теперь увидишь ответила нинка заметив что к нему идут клинк зор зарычал и встал убирайтесь сказал он не мешайте мы помочь сказала нинка знаю я какая помощь от готовы девчонок сказал клинк зор лучше давай-ка уйдем сказал кот тимофей зачем вмешиваться в чужие дела ну и уходи сказала нинка все равно я должна ему помочь ничего мне не помогает проворчал пес клинк зор стоял среди клумбы и смотрел из-под лобья неожиданно шар угодил прямо в лоб клинк зору и громко лопнул а за ним другие хлоп 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 клинк зор завертелся на месте а нинка и кот бросились на утек поймаю разорву крикнул клинк зор но в эту минуту перед его носом появился колокольчик и тихонько зазвенел клинк зор склонил голову на бок а колокольчик звенел и звенел клинк зору вдруг стало весело и расхотелось гнаться за котом и девчонкой и чем дольше колокольчик звенел тем больше нюхал пес вокруг себя воздух и повизгивал от непонятной радости как замечательно пахнет наконец сказал клинк зор никогда не думал что медные колокольчики могут так замечательно пахнут это не я прозвенел колокольчик это цветы все равно здесь без тебя не обошлось сказал клинк зор я подарю тебе за это куриную косточку не нужно сказал колокольчик я ведь просто так не за косточку и улетел глава 6 через два дня клинк зор прохаживался возле кинотеатра в обнимку с большим букетом он нюхал его и закатывал глаза от удовольствия завидел нинку и тимофея он весело тявкнул нинка и кот подошли клинк зор завилял хвостом и посмотрел сначала на них а потом на букет и вдруг перестал вилять хвостом несколько листьев букете были желтыми от чего листья желтеют просил он нашел о чем спрашивать сказал кот тимофей это закон природы но я лично думаю потому что в них появляется золото давай его добудем сказала нинка сделаем яде пете золотые пуговицы а просто так у золотой язычок главное узнать способ узнаем у знаменитого кота боцмана штурвалова этого кота зовут цунами он знает все в общем встретимся здесь через час кот тимофей исчез клинк зор села рядом с нинкой и они принялись ждать только теперь нинка заметила как много вокруг желтых осенних листьев цунами был очень старым котом когда тимофей вошел цунами читал толстую книгу и слюнявил когти переворачивая страницы и кто там фыркнул он не заслоняйте мне света это я тимофей сослепу не разглядел цунами обрадовался и пригласил тимофея сесть на свой коврик но кот тимофея стал состоять умного кота от ученого определяет пропасть изрек цунами свою любимую фразу которую говорил к месту и не к месту ну что там у тебя я хотел только узнать как добывают золото из осенних листьев сказал кот тимофей а золото важно сказал кот цунами почесал лапой за ухом и заглянул книгу я когда-то добыл триста тридцать три килограмма золота из тридцати трех листьев он задумался их нужно час варить в сахаре вместе со своим любимым ковриком на котором спишь потом истолочь в ступе перемешать с табаком посыпать солью сверху положить розу на розу посадить мышь и сказать появись и появится золото только это получается не у всяких котов и людей да у вас говорят живет летающий колокольчик живет с готовностью сказал тимофей так вот скажите ему чтобы он в это время не звенел а то золото улетит оно такое кот тимофей поцеловал цунами прямо в нос и бросился к нинке и клинкзору нинка набрала целый подол желтых листьев и они пошли к тимофею дядя петя был на работе колокольчик просто так висел на люстре и задумчиво позванивал а мышь сев на задние лапки слушала его как красиво шептала мышь а еще говорят что ты извинишь просто так и вы бездельники крикнул кот тимофей сейчас мы будем делать золото помогайте нам кот тимофей высыпал в таз весь сахар какой только нашелся в его и нинкиных квартирах пёс клинкзор притащил сахарную кость но все решили что сахарная кость не имеет к сахару никакого отношения потом нинка высыпала в таз листья и поставила таз на огонь кот тимофей положил сверху свой любимый пушистый коврик на котором спал с детства потом он достал трубчатый табак дяди петей тоже высыпал таз сейчас я сбегаю за розой сказала нинка когда все было готово явился кот цунами а со мной ничего не случится спросила мышь не бойся шепнул колокольчик мышь прыгнула раскрытую розу и все крикнули появись и вдруг просто так зазвенел все посмотрели на розу но вместо мыши увидели в розе большую звезду она горела голубым светом потом звезда блеснула и медленно всплыла в окно просто так нам все спутал вздохнул цунами с колокольчиком это способ превращения мышей в звезды но ничего и это получается не у всяких котов людей и собак добавил он после некоторого раздумья это даже прекрасно что колокольчик зазвенел сказала нинка глядя на звезду во все глаза за это я повяжу ему мой самый шелковый бант не нужно я не за шелковый банк я просто так смущенно сказал колокольчик ей там лучше она ведь раньше была звездой до прошелестел далекий голос звезды здесь хорошо просторно тогда мне не жалко коврика помолчав сказал тимофей а мне мне сахарной кости хотя она и не пригодилась сказал клинк зор а поздно вечером перед тем как уснуть все смотрели на небо в котором сияла новая прекрасная звезда про колокольчик просто так и про автора этой книги кот тимофей какой ты голубой сказал я да я очень голубой ответил кот излишне самодовольно даже когда глаза зажмурю вижу какой я весь голубой ну а что ты можешь позволить себе просто так могу позволить себе поцарапать ваши новые ботинки не люблю новые ботинки могу позволить себе поймать воробья чего они скачут не люблю когда скачут с тобой все ясно сказал я и подумал можно созерничать просто так конечно потому что характер скверный но за всякое злое дело нужно держать ответ а это доложу вам не очень просто даже кот тимофей это понимает в общих чертах потому и не позволяет себе хоть и хвастает единственное что можно позволить себе просто так это доброе дело добрая всегда делается просто так бескорыстно именно тогда она добрая александр лесняк автор этой книги молодой писатель и человек молодой он отслужил в советской армии работал скорой помощи и в замечательном ленинградском музее эрмитаже и все это время он учился кстати сейчас учится учится писать взрослые мудреные книги еще пишет сказки и веселые и грустные наверное вы прочитаете их свое время и увидите что над его сказками нужно думать и размышлять такое у них свойство кстати очень полезное для малышей и для чего дядя петя смастерил колокольчик александр лесняк не написал потому чтобы вы догадались сами я уверен что вы совершенно точно поняли почему колокольчик звенел просто так радий погодин